Слышите, как скрипят петли дверей? Или мне кажется... Мне снова кажется, я вижу странную тень в коридоре. Кто-то выключил свет, и я чувствую холодное дыхание в спину. По потолку крадется что-то черное и мерзкое. Оно замерло и смотрит на меня. Я не могу шевелиться. Я хочу убежать, но ноги не двигаются. Сердце сейчас вырвется из груди. Здесь происходит что-то нечистое. Я видел такое. На канале Лимб. Именно так было в одной из их историй. Но что было дальше? Что мне делать? Переходите на канал Лимб, и вы услышите авторские истории и рассказы от талантливых авторов. Мистика, ужасы, фэнтези. Каждый найдет для себя что-то интересное. Лимб выходит за грани реальности. Автор Винсент О'Торн Деревня, большая коза, крепко стояла на ногах и дышала полной грудью, окружив себя телами подгнивающих собратьев. Когда-то жизнь кипела и в Нижней Козе, и в Ниялах, и в Красной Речке, и в прочих. Однако что-то пошло не так, и выжил лишь один Маклауд. Поля колосились, свиньи жирели, коровы пополняли молочные реки, а плодовые деревья, соответственно, кисельные берега. В деревне работало целых два магазина, успешно ловило мобильные связи и присутствовал дорогой интернет сомнительного качества. Поговаривали, что у кого-то там даже было в планах натыкать кирпичных новостроек в северной части, к чему местные относились двояко. Большая КЗ отгудела трудовую неделю, а после победила и пятничный вечер. В деревне начиналась суббота. Для кого-то это была возможность плотнее заняться своим участком, встретившись с сорняковыми демонами лицом к лицу. Для кого-то наступил наконец-таки день, когда можно съездить в город. А для компаний друзей, охранников и продавцов из местной семёрочки – лучший день, чтобы взять пенного и направиться смотреть кино. Кинотеатр в деревне был, но был специфический. Блокбастера в нём не выходило, а постеры иногда делались от руки. Оборудование видало лучшие годы. Репертуар состоял большей частью из военно-патриотического кино по случаю. И ужасов. Собственно, ужасы были огромной страстью человека, что был чуть ли не единственным сотрудником Большекозинского кинотеатра. Звали его Андрей, и он был пятым колесом для четверых его постоянных субботних посетителей. Без него их телега ехать отказывалась. Все знали друг друга ещё из школы, с коей прошло лет пять-шесть. Два брата по фамилии Пейвода, Васька и Диман, дагестанец-металист по прозвищу Джафар и простой русский парень Дамир, который никому не мог объяснить, почему его так назвали. Любили ли они фильмы ужасов – вопрос. Но они любили свою компанию и клуб по интересам. А Андрюха задавал тон их времяпрепровождению. Именно они и дали ему погоняло ужас. Хотя по факту Андрея так никто не называл, и обычно оно использовалось, чтобы отличить его от каких-то ещё Андреев в разговоре. Единственный повод посетить рабочее место на выходной день – это покупка там чего-то, способствующего упрощению беседы и поднятию бодрости духа. Когда-то ещё были оплачиваемые подработки. Но прошло столько лет, что многие считали данное явление мифом. Ребята затарились пятилитровыми бутылями старый тельник, добрая и три шакала сильная. Дамир прихватил немного закуски и сорокоградостную чекушку светлого пути. Алкоголя было много, и закусь брали пожирнее. Семечки, леденцы, сырок. Частично употребив провианцы за ближайшим углом, компания выдвинулась к Андрею. Для Андрея не брали ничего. Андрюха не пил. Но и зожем особенно не увлекался. Его прошлое было связано с совсем сомнительными веществами, что его друзья осуждали, как и все нормальные люди. Андрей вроде как тоже осуждал. Но память о тех временах жила. «Андрюха, открывай!» Васян колотился в кривоватые деревянные двери, отдающие дореволюционной стариной, дешевой краской и легким плесневелым омбре. «Да иду я уже, иду! Чё шумите?» Раздался хриплый голос. Дверь открылась, и великолепная четвёрка увидела вратаря острожащего ворота. Было видно даже косому и кривому глазу, что Андрей был вырван из глубочайших сновидений. Но что поделать? Они договорились, что будут смотреть кино. «Андрюх, ты это кино-то сделал?» – спросил Джафар. «Конечно. У меня всё давно есть. Заходите. Ща там баб Маша домоет, и я включу». Ребята, разумеется, дождались, пока оператор чистоты Мария Владимировна закончит выполнять свой трудовой подвиг и уйдёт в коморку. Пить лекарства объёмом грамм по пятьдесят. Не могли не дождаться. Можно шваброй по шее получить. Как процесс был закончен, баб Маша сделал разрешающий жест, мол, проходите, и четвёрка отправилась на места третьего ряда. Там были самые целые кресла. Экран пошёл какими-то разводами, а они уже сменились первыми кадрами «Деревни проклятых». Двое из четверых утверждали, что этот фильм уже видели, но он для них тогда был почему-то чёрно-белым. В итоге сошлись, что смотрят вторую часть. Фильм закончился под пьяное и не особо внятное обсуждение, кто же всё-таки злодей, и что вчерашний «Терминатор» по телеку был всё же лучше. Мнения о фильме разделились, но в любом случае компания решила зайти к Андрюхе в кабинет и высказать слова благодарности и «Как хорошо, что ты тут такое мутишь». Собрав все оставшиеся силы, поднялись они по лестнице, постучали, но ответа не последовало. Было примято решение зайти внутрь без приглашения. «Андрюха, кино огонь, спасибо тебе», начал речь Джафар, но осёкся. Андрей сидел на своём офисном кресле, опустив голову и напустив изрядно слюны. Ребята, помня его старое увлечение, подумали уже о самом печальном, но тут он вскрапанул, поднял голову и открыл глаза. «Ух, ёпт!» – он вытер подбородок. «Как же я сладко прикорнул!» «Мы же хотели и скорую вызывать», – сказал Диман. «Думали, чё-то не то с тобой». «Да не, нормально всё, ребят. Ну, как тоже, я аж как бросил все те мерзкие вещи, так сильно начал с сигареты курить. Две пачки, три пачки. Сейчас вот дошёл до одной. Тоже считаю, что много». «Правильно говоришь, Андрюх, ты бросай и это тоже», – сказал Джафар. «Да я уже думал, а тут такое дело, короче. Я никому не рассказывал, но вам, наверное, надо, раз уж спалился». Так, Андрей первый раз поведал, как он смог избавиться от пагубной привычки. Однажды он проснулся в каком-то лесу. Абсолютно незнакомое место. Без денег, без документов. Долго шатался, пил воду из ручья. Ел ягоды и грибы. Разумеется, состояние безопределённых манипуляций тоже оставляло желать лучшего. Так он вышел к избе в лесу. Там жила бабуля, которая по-русски не говорила, но как-то быстро уловила суть проблемы. Она напоила Андрея какой-то зелёной дрянью, быстро прочистившись желудок, но вызывавшись заметное улучшение самочувствия, после чего оставила у себя на два дня. К концу второго она написала Андрею рецепт. Смесь трав с грибами, лисичками и водой, которой следовало пропитывать табак. И с тем рецептом вытолкала его в ночной лес. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Но такое дело, что я довольно быстро нашёл выход в деревню. Просто шёл наобум, смотрю, наш магазин светится. Будто я где-то за соседним холмом валялся всё это время. «И чё, ты так и принимаешь, чё она сказала?» – спросил Дамир. «Ага, сигареты пропитываю настоем и курю, или самокрутки делаю. Каждый раз, как, ну, мысли дурные появляются. И вот тогда у меня случилась какая-то тяга к ужастикам. Я будто начал эмоции ярче воспринимать, так что ли? Вот только в них. Будто новая зависимость появилась. Ну и другой побочный эффект. Вы сами всё видели». «А чё там за рецепт-то?» – спросил Джафар. «Да обычный такой набор. Я большую часть в магазине покупаю. Вот бы ещё табак чем-то заменить. Но мне уже надо меньше этого всего. Так что и сигарет уходит меньше». «Ну да», – пробурчал Джафар. «Лучше, чем раньше. Так, Аэт, сходи к бабке-то, спроси, может, табак чем заменить?» «Ага, это тоже прикол. Я искал, я ходил, нашёл то место, только нет там избы. Нет и бабки, ясен хрен. Ровная земля, ничего не растёт в этом месте, но и не живёт там никто, и построек нет. Ни намёка на всё это». «Ну типа, как у меня жена всем сыграет», – подал голос Васян. «Дом убираешь, и там пустой такой ровный квадрат». «Ага, что-то подобное». На том и разошлись. И пошло время. Суббота сменяла субботу. Андрей пускал друзей посмотреть кино, потом пускал слюни, потом обсуждал с ними кино, вино и домино. Всех всё устраивало. Никто проблемы не видел. Отчасти мешал хмельной настрой, отчасти радость, которая обострила в свете нового знания, что Андрей больше не пытается продать чужую козу за 15 рублей. Никто проблемы не видел, пока однажды Мария Владимировна не начала обзванивать всех подряд. Она второй день не могла попасть на работу. Все двери закрыты, телефон Андрея не отвечает, «Стационарный никто не берёт, свет по вечерам не горит, а высокое начальство ничего на этот счёт не знает, но обещало разобраться». Джафар считал, что такие люди разбираются обычно долго и не особо выгодно для всех остальных. Потому объявил общий слёт. Прийти здоровье позволило только братьям пей вода, но этого оказалось достаточно. Как оказалось, они знали, где есть запасной ключ от одной из дверей. Им его передал батя, а ему зачем-то отдал сторож, который в древние времена охранял святая святых деревенской синематографией. Дверца ввела в сырой подвал, где не было ничего интересного, кроме пары вентилей, да мешков с чем-то перегнившим и высохшим. Хотя Джафар нашёл ещё и мёртвую мышь, но двое его друзей находкой не заинтересовались. Выход из подвала привёл их в помещение, смежное со зрительным залом. Неприятность в виде закрытой двери решилась всё теми же ключами. Они не совсем подходили, но замок удалось открыть, что, правда, привело к летальному для него исходу. Двери изнутри были заперты на щеколду, что привело к мысли, что Андрюха покинул помещение как-то ещё либо находился внутри. Кинотеатр быстренько осмотрели, но синефил обнаружен не был. Тут уже подоспела Мария Владимировна, вошла внутрь и приступила к выполнению обязанностей, не задавая серьёзных вопросов. Ребята пожали плечами и отправились к Андрею в кабинет. К тому времени прибыл Домир, оправившись от вчерашних возлияний, принёс с собой пару пузырей усилительного и ноутбук. Из коллекции Андрюхи был выбран диск типа «4 в 1», и с него запущен фильм с озвучным названием «Зедер». Надо отметить, что другие фильмы запускаться отказались. Самой жизнеспособной версией, объясняющей это, было то, что на диске некогда резали сало. Фильм увлёк компанию, хоть был и довольно специфическим. Всё же Италия. Сюжет рассказывал о неких зонах, где не существует смерти. В процессе вникания в расследование главного героя было выпито, съедено и выкурено всё, что квартет припас в своём репертуаре. Идти куда-то не хотелось, но желание курить не покидало. Они поскребли по сусекам и нашли порт сигар с некоторым количеством самокруток. Очевидно, это принадлежало Андрею. Но Джафар быстро всех убедил, что Андрюха на них не обидится. Сигареты Андрюхи ужаса пахли пряным и сладким. Шли тяжело. Такой необычный и непривычный вкус вызвал приступ кашля, но почему-то хотелось растягивать модифицированные раковые палочки и дальше. Первым странности заметил Джафар, а позже и остальные. После первой сигареты пропали все стуки в голове и щелчки в суставах. После второй абсолютно исчезло ощущение опьянения. «А это, ну, типа, точно легально?» Джафар недоуменно смотрел на тлеющий огонек. «Так вот, рецепта!» Дамир протягивал бумажку, исписанную кривоватым почерком. Текст содержал кучу ошибок, но был вполне разбираем. В составе действительно были вполне обычные продукты на уровне хлеба, пуха, помидоры, но только больше с полки приправ. «Как-то странно», – пробубнил Джафар. «Такого, мне кажется, быть-то не может же». Выкурив ещё по третьей и пообсуждав, куда же мог деться Андрей, они начали собирать манатки. На следующий день было решено отправиться в лес на поиски, а далее уже вызывать ментов. Дамир открыл дверь, за которой должна была быть лестница, но и взору предстал. Лес. Казалось бы, вполне обычный лес, пусть и в необычном месте, но с каким-то очень глубоким небом неестественных цветов. «Я же... а я же говорил, что это что-то не то», – начал Джафар, но осёкся. К ним исчаще шёл Андрюха. Андрей был одет в плащ-палатку и болотные сапоги. За спиной у него был рюкзак, а в руке полиэтиленовый пакет с каким-то грузом. «Андрюх, ты чё? Мы тебя искать уже хотели!» – крикнул ему Васян, собираясь уже подходить ближе, чтобы поприветствовать друга рукопожатием. Однако Андрей показал жестом, чтобы Вася стоял на месте. «Вы чего здесь забыли? Я буду к следующей субботе. Уходите!» После этих слов поднялся ветер, и кусты взорвались голосами невидимых животных. На деревьях им вторились, скорее всего, птицы, но таких криков ребята раньше никогда не слышали. Джафарик указал на небо. «Смотрите, пацаны, небосвод космических цветов начала закрывать гигантская тень или даже чей-то мрачный силуэт. Рассматривать ни у кого желания не возникло, и компания дружной толпой ломанулась обратно в кабинет, чья дверь органично вписывалась в холм, покрытый зеленью и булыжниками. Дамир захлопнул дверь и привалился на нее всем весом. Ещё час ребята сидели на полу, пытаясь отдышаться. Сначала никто не хотел ничего говорить, но потом каждый подтвердил другому, что нет, не показалось. Вдруг раздался стук с той стороны, который снова вызвал скачок пульса. Они уже хотели хватать пустые подручные средства и держать оборону, но вдруг снаружи раздался крик уборщицы. «Алкаши, вы долго там сидеть-то будете? Идите домой уже!» И они пошли в полной тишине. Опьянение вернулось к ним как бумеранг, но они были этому уже даже рады. Джофарик снова вспомнил про больное колено, которое как-то раз разбил, прыгая с гаража. Диман радостно почёсывал относительно недавний ожог. Реальность приходила в норму. Расходясь каждый в своём направлении, они решили, что будут терпеливо ждать следующей субботы. Андрей не обманул? В субботу двери кинотеатра приветливо открылись, а на его стенах даже появились афиши, будто бы на один из праздников. Афиши были самопальные и гарантировали сельчанам самый страшный фильм ужасов. Названия указано не было. На сей раз у входа стояла не только четвёрка друзей. Интерес проявили и другие жители Большой Козы. Разумеется, в зал могли влезть не только лишь все, и к друзьям вышел сам Андрей, проводив на их любимые места. Андрюха, а чё за кино-то? Увидите, я его много дней искал, собирал, склеивал. Всё на плёнке, на бобинах таких. Полный эксклюзив. Друзья порадовались, уселись поудобнее, достали из пакетов то, что у них всегда шло за попкорн. И приготовились. Другие люди тоже заполняли места. Некоторым Мария Владимировна изобразила приставные табуретки и стулья. Кто-то стоял вдоль стен. Буквально каждый, кто пришёл, не понимал, почему вдруг столько народу заинтересовалось. Но каждый считал, что именно он должен быть здесь. Кино началось. Кадры были чёрно-белыми. Первые кадры демонстрировали девушку, которая идёт по лесу. Процесс отдалённо напоминал повествование в красной шапочке, но вместо волка появлялись всё новые лесорубы и охотники, последний из которых забил девушку топором насмерть. Дальше картинка была уже цветная, но очень низкого качества. С экрана смотрел кот, лежащий на кровати с грязным постельным бельём. Первое время публика даже думала, что на экране просто фотография, но кот порой моргал. Затем кот спрыгнул на пол и камера последовала за ним. Через секунду кот будто с пониманием дела вытолкнул стул из-под двух ног в тапочках и ушёл в неизвестном направлении под аккомпанемент из хрипов. Картинка стала лучше. Мужчина в маске ест суп и давится. Берётся крупной планой, становится видно, что в глубокой миске плавают явно оторванные пальцы нескольких людей. Картинка ещё улучшилась. Неизвестное существо с очень длинными ногами спускалось вниз по балконам многоэтажного дома. Когда оно оказалось на земле, его конечности втянулись, сделав его похожим на человека, внезапно открылась дверь подъезда и существо моментально оказалось возле человека, что выходил оттуда, экран заполнился рябью под жуткие крики боли и ужаса. Картинка стала современной. Молодая девушка уродует уже мёртвые тела предположительных отца и матери при помощи бензопилы, после же явно пытается предпринять с инструментом действия сексуального характера. Далее пошло мельтешение из кадров, большей частью оно состояло из ускоренной съёмки разложения чего-либо и детальной съёмки различной расчленёнки. Иногда всплывало и краткое развитие предыдущих сюжетов. Публика в зале негодовала и требовала, чтобы Андрей объяснил им показ подобного. Вдруг на экране появился лес. Четвёрка друзей сразу поняла, где они видели что-то подобное. Камера снимала глубокое небо, полное небесных тел, до которых словно можно дотянуться, не вставая с кресла. Теперь можно было разглядеть и что-то живое, бороздящее небесные просторы. Это были совсем не птицы. Нечто мерзкое и покрытое щупальцами, нечто полупрозрачное и пульсирующее, нечто похожее на летучих мышей, но без головы и большим количеством лап. Это вызвало полное безмолвие в зале. Все следили за происходящим, не моргая. Практически каждый решил, что это то, зачем он здесь. Изображение снова изменилось. Сначала экран был черный, постепенно он заполнялся различными цветами. Они смешивались, обретая некую трехмерность, словно чуть выпирая из экрана, слегка пульсируя. Из колонок доносилась речь, но ее сложно было назвать человеческой. Люди снова начали требовать, чтобы проклятый киношник спустился к ним и объяснил, черт побери происходящее. Но теперь они спорили друг с другом. Назревали первые драки. Минута другая, и вот он, первый удар, который спровоцировал и второй, и третий. Люди будто нашли источник раздражения друг в друге. Одиночные удары успешно перерастали в крупномасштабное мордобитие. В руках уже были вырванные подлокотники, пустые бутылки и выкидные ножи. Те, кто не сошел с ума в тот момент, пытались спрятаться или покинуть зал, но двери были закрыты. Никто снаружи не реагировал на стук десятка кулаков. Пошли первые попытки выбить дверь, однако она оказалась неожиданно крепкой, да и буйствующая часть толпы старательно мешала покинуть помещение. Били и детей, и женщин. Четверо друзей смогли не поддаться всеобщему безумию и направились вверх по лестнице. Они хотели узнать у Андрюхи, что же это такое он включил, что это за чудо-пленка, которую он столько искал, чему он так радовался. Дверь была не саперта. Андрюха, вырубай шарманку, это какой-то... Андрюха ужас висел над камерой. Нет, не в петле. Крюки пронзали кожу на его спине, а более сложные металлические конструкции поддерживали его суставы. Таким образом, он не висел мешком, а будто стоял, но горизонтально, и его тело было подвешено под наклоном, головой вниз. Это было сделано, чтобы кровь из перерезанной глотки разрезанных рук и трубки торчащей видимой из сердца свободно вытекало прямо на камеру. Оборудование искрило, но продолжало работать, продолжало показывать самый страшный фильм ужасов, который Андрей собрал в своих странствиях, который получил у кого-то или чего-то. конечно же, сам он не мог себя так зафиксировать. Чуть в стороне сидела уборщица, видимо, помогавшая устроить такое представление. Она была вся заляпана кровью, но не своей. Рядом валялось множество пустых пузырьков и блистеров от различных лекарств, которые она приняла всей сразу. Нам надо уходить через подвал. Ключи-то у нас есть, надо валить и быстро. Голопом они промчались через беснующуюся толпу, скользя по мерзкому полу. За ними никто не последовал и друзьям удалось покинуть здание кинотеатра, однако спасения не было. Небо, глубокое небо, полное запредельных явлений, гнало их прочь из родной деревни в ночь в лес. Доблестная милиция разумеется не поверила в бред четверых друзей, от которых изрядно попахивала алкоголем. Однако из большой козы начали прорываться звонки, сигнализирующие о бесчинствах, вырвавшихся на улице. Звонившие вещали, что горят дома, а на улицах валяются мертвые и покалеченные люди и животные. Некоторые говорили, что небо как-то странно выглядит, но это уже играло малую роль. Правопорядок был восстановлен лишь к обеду следующего дня. Была оказана всевозможная медицинская помощь. На место выехала целая толпа экспертов. Но объяснить случившееся не мог никто. Во время массового помешательства кинотеатры вовсе подожгли, что усложнило поиск улик. Свидетели отдавали показания, напоминающие бред сумасшедшего или человека под воздействием веществ. Друзья убедили правоохранителей обыскать дом Андрея, и там были найдены его особенные сигареты. Однако это не дало никаких ожидаемых ответов. С тех пор большая коза начала пустеть. Население разъезжалось кто куда, бросая дома. Туристы бывало посещали тамошнюю живописную природу, но без большого восторга. Искатели паранормального же приезжали и пытались провести ночь в сгоревшем кинотеатре. Некоторые даже искали ту самую пленку. Некоторых в итоге искали самих. Поиск практически всегда был безуспешным. Автор Винсент ОТОРН Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok